Школьники и пенсионеры, представители бизнеса, научных и творческих сообществ, люди, неравнодушные к судьбе Владивостока, собрались в администрации города на обсуждение благоустройства общественных пространств в рамках программы формирования комфортной городской среды. Программа возникла в марте 2017 года. Раньше культурирования и порядка этого не существовало. Поэтому мы здесь сейчас с вами встречаемся, обсуждаем и устраиваем рейтинге. Поступившие предложения были оценены по критериям Минстроя России. Посещаемость, востребованность общественной территории, связанность с другими выбранными для благоустройства зонами, наличие прав муниципалитета на общественную территорию, возможность многофункционального использования. По итогам ранжирования был определен список из 18 территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке. Среди них пешеходная тропа «Берег здоровья» от СК «Олимпийц» до мыса Кунгасны, парк «Минный городок», ландшафтно-парковая зона на острове Русский, сквер имени Анны Щетининой, общественная территория на Океанском проспекте 43, аллея Дениса Давыдова и другие. Участники слушаний обсудили не только данный список, но и высказали свои предложения по благоустройству скверов, аллей, улиц, пешеходных троп и других городских общественных пространств. Среди предложений есть как и простые – установить урны, высадить деревья, так и достаточно объемные, требующие больших финансовых затрат. Я как житель Светландской 63, я не услышала, будет ли восстановлен в этом году сквер имени Пушкина. Много есть видовых площадок, которые можно сделать, было на всех, на каждой сопке, или на набережной, или на городе, но им вообще не уделяют внимания. Все высказанные предложения и пожелания были запротоколированы и будут переданы в общественную комиссию. В ходе голосования все 18 территорий получили поддержку участников обсуждения. Во время выборов президента Российской Федерации 18 марта жители Владивостока смогут проголосовать за окончательный перечень объектов, которые будут благоустроены в первоочередном порядке. Программа формирования комфортной городской среды рассчитана на 6 лет в период 2018-2022 годов. Объем финансирования – более 2,5 миллиардов рублей. Планируется благоустройство 500 дворовых территорий, 100 территорий общего пользования, 30 мест массового отдыха горожан. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.